Здравствуйте. В Обществе Ревнителей Санскрита с октября начинается новый курс, посвященный основным вопросам западной и индийской логики. Меня зовут Толчельников Иван, я с философского факультета МГУ, где я занимаюсь Эдвайд Ведантой. А в Обществе Ревнителей Санскрита я ввел курсы уголовной морфологии по залезнику и курс по обхагаватгите. Идея создать курс по логике родилась в одном из чатов общества, где мы сошлись на том, что базовые знания логического языка попросту необходимы для работы с текстами по санскритской грамматике и с философскими текстами на санскрите. Тексты по грамматике наполнены сложными рассуждениями о природе знака, значения и смысла, о структуре предложения, метафорах и метонимиях. Философские же тексты строятся на основе силогизмов и иного рода доказательств. Несчастью, хороший курс по логике можно прослушать лишь в стенах университета. К тому же наш МГУшный курс был, очевидно, переусложнен. Он готовил нас скорее к тому, что мы станем логиками, а не просто будем применять полученные знания. Наш курс представляет собой популярную версию того, что читают на философском факультете МГУ, с уклоном в сторону установления параллелей между западной и индийской логикой. То есть логика будет преподаваться как вспомогательное умение, которое существенно облегчит вам работу с грамматическими и философскими текстами на санскрите, то есть своего рода академический софт-скелл. Например, возьмем сложное слово из «Знаешь карме ситхи сурешвары» ученика шанкары. Парижняна – полное понимание чего. Ардхи – значение или смысла. Вакья – значение или смысла. Предложений. Таттвама сиады – предложение вроде «то ты еси из чханда геупанишады». И возникает вопрос, а как будет правильно перевести смысл предложения или значение предложения? Потому что между значением и смыслом западной логики проводится строгое различие, а русский язык отражает именно западную логику. Значение – это та вещь действительности, на которую указывает тот или иной знак. Например, значением слова «человек» будет любой из когда-либо живших людей, в том числе каждый из нас с вами. Значением слова «то» в таттвамасе будет «брахман» – высшая реальность, а значением «ты» – «атман» – субъектность. Предложение же указывает на характер связи между ними, на их тождество. А в действительности «атман» может быть тождествен Брахману, и тогда предложение истинное, или же не тождественное, и тогда оно ложное. То есть значением предложения является истина или ложь. Смысл же предложения – это то сообщение, которое предложение стремится до нас донести. И в данном случае это сообщение о том, что Брахман и Атман – это одно и то же. Вернемся теперь к проблемному сложному слову. Очевидно, что артха следует переводить как смысл. Нам нужно понять то сообщение, которое передает нам текст Упанишад, а вовсе не то, что Упанишады истины. Таким образом, в этом и во многих других случаях при переводе санскритских текстов мы можем избежать нелепостей, которые возникают из-за непроясненности, используемого нами языка. Курс логики начнется в октябре этого года и будет состоять из 16 двухчасовых занятий. Первый час будет лекционным, второй – практическим, где мы будем отрабатывать на приближенных к эндологическим реалиям примерах материал лекции. Курс по смыслу можно разбить на три раздела. Первый посвящен основным понятиям западной и индийской логики, и в особенности теориям значения и смысла. Здесь мы коснемся Пурвами Мансы и Веданты. Во втором разделе мы поговорим о двух основных языках западной логики – логике высказываний, в которой анализируются отношения между предложениями, и логике предикатов, в которой анализируются отношения между частями одного предложения. Третий раздел будет посвящен силогистике – науке простых доказательств, которая представлена как в западной логике, так и наиболее полно в системе ньяи и буддийских сочинениях. До встречи на занятиях! Субтитры создавал DimaTorzok